Всем Маус, с вами Чешир. Айон классик версии 24 вот уже на подходе, остался буквально на момент записи данного ролика пару дней. Уже в среду мы как истинные поклонники нашей игруленки ворвемся в прекрасный дивный мир, а значит надо разобраться в том какую же экипировку и в какой последовательности будем собирать. Так что сегодня видосик связан с математикой, ну точнее циферками, а циферки и я вещи очень плохо совместимые, но я постараюсь ради вас. Ну а перед началом не забудь прожать свой циферный лайкосик, подписаться на канал если еще не подписан, а также проверить все ссылки в описании. Там есть наш уютный дискордик, также есть телеграммчик, куда адекватно приходят уведомления о стримах, а также у нас есть еще твич, где мы периодически проводим стримы с вашей музыкой. Ну а также если ты никогда не играл в Айон и хочешь начать или вернуться после долгого перерыва, тыкайся по ссылке в описании. Всем заранее спасибо, а мы погнали. Сразу хочу предупредить, это общий и быстрый разбор, а не мега аналитический с графиками и выколотками. Это поверхностные обзоры одним мимолетным взглядом на статы, чтобы просто примерно обрестовать, особенно тем же новичкам, что куда и зачем. Итак, обновление 2.4 приходит, а 1.9 уходит и для начала надо понять, а собственно, что мы успели накрабить за все это время. Вот например я, одет в фулл анухард, а кто-то до сих пор его себе не собрал и бегает там в частях плавника. Но по сути это все не особо важно, точнее важно, но не так сильно, так как в будущем 2.4 обновления очень большой спектр того, что для старта можно нацепить на себя, чтобы чувствовать себя относительно нормально. Но в то же время все сходится к одной плюс-минус подходящей всем экипировке. Сравнивать экипировку я буду на примере кожи, так как сам играю за лучника и только важные параметры, без всяких там камней и заточек, так будет чистое сравнение. За другие классы плюс-минус все то же самое, может быть за редким исключением, а как вы знаете исключения только подчеркивают правила. Итак, поехали. Значит, напялив на себя фулл сет анухарта, получаем хп 5601, атаки 30, точности 833, крита 45, физзащита 877, макс сопротивление 562. Все остальные наборы экипировок вы можете видеть на экране. И последние две из них это 55 арена и голдовый пхасумандир. Ну, видите, разница между тем, что сейчас и тем, что будет не такая большая. Ну, то есть она составляет даже не 15%, а куда меньше. А значит, если вы одеты в фулл анухарта, тем более он у вас заточен, смело в нем можете бегать до рыжей рудры, хотя по той же защите вы будете чуть-чуть проседать по сравнению с 55 ареной или голдовым пхасом. Но это прям, наверное, не стоит того, чтобы перетачиваться по новой. Если же ваш анухарт пустой или просто забит там обычными камнями, я думаю, можно смело поменять его на 55 арену, так как собирается она относительно легко. Если же вы возвращаетесь в игру и у вас нету фуллового анухарта или же вы там совсем новичок, то плюс-минус как раз сет судасов и там впоследствии та же арена то, что нужно. Что же касается сета за мифриловые монеты? Ну, если вы вообще с голой попкой, то как вариант да можно, но по факту это просто немножко слитые ресурсы. Хотя при условии, что вы в него ничего особо тыкать не будете, тоже пойдет. В любом случае будет лучше, чем тот же плавник. В конце концов все эти сеты пойдут все равно под нож и сломаются на точке. Что по остальным классам, то собственно плюс-минус разброс статов такой же, за исключением волшебники и заклинатели обязательно первым делом должны будут в обновлении зайдя в игру взять перчатки за мифриловые монеты, так как они дают уже 7% скорости магии. Ну а дальше какие там выпадут или 55 арену, которая дает уже 8% скорости магии. То же самое касается и целителей с чародеями для саппорта. Да-да, им также пока придется бегать с тряпочными руками на каст. Теперь что же по сложности добывания этого всего? Ну с мифриловыми монетами понятно, все собираются за квестики, все дела плюс скорее всего будут в каком-нибудь батл пассе. Если будут, значит будут и на аукционе. У даса. Ну так как на первое время это прям обязательный данж, то рано или поздно через него пройдут все. А вот дальше сами понимаете кому что выпадет. Это рандом. А самое простое это действительно на 55 уровне ареновский шмот. Так как знаков за арену дают достаточно, а билетики берутся каждый день. А дальше уже количество зависит от того, победите вы или нет. Но даже если вы будете просто стоять АФК, то за какой-то промежуток времени вы все равно сможете накрабить себе эти знаки и взять этот сет. Ну а конечной экипировкой всего обновления до А24 является рыжая рудра. Ну попробуй собери. Теперь перейдем к оружию. Тут все просто, если исходить из сухих цифр, то совершенно логично что чем выше оружие тем выше статы. Но часть это оружие уже точеное. Вот к примеру луки Трирона или Анухарта на плюс 10 по базе они догоняют ту же пустую 55 арену. Да, по остальным статам чутка проседает, но тут как раз становятся вопросы рациональности. А стоит ли вкладывать новые ресурсы в заточку переходного оружия. С одной стороны можно обойти с малой кровью, взять например 55 арену и спаять со старым оружием. Но удержать если вы от точки той же арены дальше, ну такое себе. Хотя можно вогнать ее куда нибудь на плюс 5 и бегать задротить рудру. И так примерно со всем оружием. Единственное исключение это наверное арбы и гримуары, так как по правильному они у вас на данный момент должны быть спаяны с параметром скорости атаки. К примеру орб Трирона на скорость магии плюс орб Трирона на скорость атаки. Беря ту же 55 арену, да вы получаете повышенную скорость каста, так как на арене она уже плюс 19. И даже если у вас спаяно все правильно орб Трирона на скорость атаки наверху, а орб Трирона на скорость магии внизу, и вы подпоедете свой орб Трирона под 55 арену, да вы сохраните скорость атаки. Но после этого вам придется опять таки фармить Трироны для того чтобы выбить новый орб на скорость атаки, для рыжей рудры когда она у вас там появится. По телескопам все как сейчас есть так и остается, от этого никуда не деться, в 2-4 новых телескопов не будет. То есть покрома и Трироны наше все. Как и булав и молотов на скорость каста, хелы, плак плак простите. Так что вывод тут простой, если вы новый игрок или вернувшийся, но не одетый, то у вас вариантов как-то не особо много, 55 арена ваше все. Если вы игрок со стажем или тем более уштаченным оружком голдовым, то вам надо самим решать готовы вы потратить чутка лишних ресурсов на переходное оружие или же нет. Ну и главное если вы тот самый счастливчик с рыжим оружием тахабаты любым, вы вообще кладете на это все болт и упорно выбиваете себе рыжую рудру и уже с ней возите, сточите, вставляете камни и припаиваете с чего надо. За одним исключением это гримуары тахабаты. Они с вами надолго и заменять его наверное на гримуар рудры не стоит, так как в гримуаре тахабаты уж слишком много точности магии. Ну и совсем немного про пвп оружие и экипировку, тут работает такой же принцип чем выше уровень тем лучше, но спрашивается а почему тогда в 1.9 далеко не все делали массовый упор на 50 пвп экипировку. Тут все просто, смотрите обновление 1.9 стояло всего 2 месяца и даже когда его вставили мы уже тогда знали что оно ненадолго, отсюда многие банально на это забили. Да есть те кто его собрал, даже некоторые из них честным путем, а не переливами как некоторые. Те кто попался как вам там в бане нормально теперь? Ну и как выйдете оттуда расскажите потом как с голой жопой то бегать. Да-да, сейчас это жестко карается удаляя вообще нахрен все что залито нечестным путем. А те кто не попался могут не переживать, попадутся обязательно, так как сейчас там работает над этим зондеркоммандер. Ладно, не суть. Собственно все просто, мы знали что 1.9 будет стоять недолго и смысла там желания, времени собирать 50 апп у многих просто не было. Тут же ситуация следующая, к нам приедет 2.4, в котором будет 55 голдовый апп, т.е. еще не конечный для линейки айона 2+, но само обновление 2.4 будет стоять дольше чем 1.9, сами можете посчитать. Сейчас ноябрь, в декабре явно никаких обновлений не будет, что логично. Январь, праздники и так далее, застолье, все понятно. Февраль тоже маловероятно, так как в Корее так быстро работать не любят и судя по корейскому календарю у них там тоже дофига всяких праздников. Значит следующее обновление придет либо в конце зимы, либо в начале середине весны. Отсюда можно смело наверное заложить, что обновление 2.4 будет стоять примерно 4 плюс месяцев. Количество медалей и очков бездны в игре возрастет, да стоимость пвп тоже возрастет, но это все плюс минус туда-сюда нивелируется, а время на сбор получается будет больше, так что 55 голдовое пвп вполне можно потихоньку начать собирать. Ну просто такие мысли, ой а че это не конечный шмот в этом обновлении, тогда я лучше подкоплю до конечного и возьму там в следующем. Ну такие мысли вредны и не объективны, особенно когда времени в обновлении дается достаточно. Но опять таки, решение о надобности сбора данной экипировки принимает каждый сам для себя, исходя из своих потребностей. Есть например те и многие, кому пвп вообще нафиг не убилось. Ну и также надо смотреть на свои возможности исходя по времени и задротству. Подводя какой-то общий итог по старту обновления 2.4, в нем корейцы завезли 55 арену, которая является практически нормальной стартовой экипировкой. Собирается легко, например на тоже оружка надо всего около 2000 знаков, а это 4 выигрыша на арене. Даже если вы не выигрываете на арене, вы и все равно получаете знаки, то есть все равно ее соберете. Без всякого рандома из серии выпадет не выпадет. Да и в целом от этой экипировки уже можно отталкиваться и двигаться дальше по обновлению. По 55 пвп экипировки задроты сами знают что делать, а всем остальным вполне уже можно по чуть-чуть ее начать собирать. В конечном счете хуже от этого уж точно не будет. Да-да, особо въедчивые заметят, а ты не упомянул крафтовый шмот или что-то там с мировых РБ. Да, я это сделал намеренно, потому что вся эта история не имеет массового характера, но не настроены это корейцами так, чтобы каждый игрок на сервере бегал в крафтовой экипировке или же там с чем-то с мировых РБ. К сожалению это настроено только на какой-то очень маленький процент игроков от общего числа. Поэтому да, в целом как теория это жизнеспособная история, но на практике для 98% населения серверов это нет, это не работает и не будет работать, пока корейцы это не изменят. А на сегодня все, надеюсь помог и хотя бы примерно указал направление. Всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте про свой лайкосик, подписывайтесь, но самое главное, вкусно покушайте, всем приятного аппетита и пока, пока.